Друзья, моя версия проста, как прост этот мир, если мы его видим открытыми глазами. Это сооружение, представляемое нам по официальной версии, совершенно носило другой характер, а официальная версия ложна и неправдива. Чем-то я сделал уже об этом и что-то. Подберей переделал вот такие вот съемки сейчас, когда видим уровень погружения его. А он был сделан, как сообщается, в первой половине девятнадцатого века. Поэтому ничего удивления в этом нет. Посмотрим. О, я был отстроился, потому что там пришлось бы идти ешь на тот виагдук, чтобы перейти эти торы. Ну, вижу тут спуск нить. Перейтен, проезд я, допчик, может мне выведет на то строение, как я увидел. Часть тоже той крепости. Крепость, если была, то, наверное, была по всему периметру. Окружая выезд моста. Сейчас мы увидим. Очень хорошее место. Очень. Да. Ну, вот это вот нас бы вывело к королевскому источнику. Ну, хоть это выглядит несколько старо, но... Не думаю, не думаю. Александровская крепость звезды занимала территорию в большей степени на западном берегу и часть на восточном. Она перекрывала перемещение через Вислу и являлась одним из цепей охраны границ Священного Союза Австрии, Пруссии, Франции и России. Такие вот фоу-реха есть. Так, и где же мы тут находимся? Мы Просайторы. Надо сказать, что... Тут были достаточно умные планировщики, градостроители. Они все предусмотрели. Это не так, как, я помню, в некоторых городах и странах приходится идти. Очень, очень солидные расстояния. Ну, вот, то, что тут нет перехода, это меня удручает. Придется нарушить правила. Вообще все эти холмики, они в некотором образе прорезывающие землю. Позднее, так сказать, наслоение. Сейчас мы подойдем к музеям Катынским. В районах Базарии, а ты стоишь, не включен сюда. Северная. Вороти, вон, старая. Любим, как это... Вы можете представить. Я слышал, что этого все не было. Что это было до земли. И ясно, что эта постройка не второй половины 19 века. Конечно, она была уже не раз реконструирована. Интересно было бы подбивать в этих казематах. И походить по их подвалах. Может, тут проводят какие-то экскурсии. Но опять же, экскурсия это всегда замыление очи. Теперь расскажут такое, во что просто не верить нельзя. Это как по обозах ходить в концентрационных и гулагах. Точка. Ну, понятно, забетонированные входы. Вот именно то, что следовало мне. Куда пойти, а не в ту сторону. Но не важно. Грандиозное сооружение, конечно. Грандиозное. Сильная держава это пословила. Сильная и могучая. Ну, вот. Что бы там ни говорили. Это были какие-то наркиши. Это были самые... К сожалению, расплывается объектив. Что это за объектив какой-то слабенький. Думал, этот фотоаппарат улучшит качество моих. А вот. Там какие-то даты. Ну, доброе. Будем, как говорится, посмотреть. Будем, как говорится, посмотреть. Сейчас надо поснимать. Нет, не удастся. А вот именно этот ряд крепостей звезды, начиная от Санкт-Петербурга, столицы Священного Союза, через всю Прибалдику, где тоже достаточно крепостных укреплений. Также через Польшу, вот через Варшаву, это значительная Александровская цитадель. А также потом продолжается она другими рядом крепостей, как на территории Польши, и особенно упирается в горы Карпаты и перемышлевскую, пшемысльскую крепость. Надеюсь, в этом году нам удастся это сооружение посетить. И очень есть много интересных материалов на тему этой крепости. Она не менее важна и значительна, как и остальные другие. В том числе все это прекрасно вписывается и соединяется с нашей известной в определенных кругах Керченской, Татлябинской, небытов целью и крепостью. Это в общих чертах. А позже, при Аказии, Аказия будет, уверяю вас, мы к этому еще вернемся. Вернемся тут и к рассказу о истории этого памятника. Надо отметить, что после обретения независимости крепость использовалась не только как гарнизон для польской армии, гарнизонное сооружение. В 1933-1934 годах возле ворот смерти были проведены работы по созданию мемориала в памяти казненных здесь повстанцах. Мы уже поминали о той значительной цифре казненных тут. Создано символическое кладбище, установлена стеклянная витрина колпак над стоящей там виселицей. Построена монументальная лестница, ведущая к месту казни. А ворота были перестроены в виде триумфальной арки. Перед воротами на постаментах установили четыре пушки с направленными в сторону висны стволами. В сентябре же 1939 года во время бомбардировки Варшавы была уничтожена большая часть зданий варшавской цитадели. Понятно, что многое из того, что сейчас восстановлена эта фантазия архитекторов. Варшава Вот такие вот дела. Как видите, это очень интересно. Посмотрим, видите. Все время есть утверждение. это как в Керфинской крепости. Врывались в землю и там все строили, строили, строили на десятки метров вниз. Объектно, если учесть, если учесть, опять же, нет сомнений, что вот этот мур, это его верхняя часть. Либо кто бы ставил внизу бойницы. Объяснение может быть море. Вот музей Катынский, как мы видим. надо будет пройтись посмотреть твофяры. конечно, артеция вот так, да? Визовик в Катынске. Там проход в Катынске. В Катынске. В Катынске. В Катынске. Польско-Советской войны 1920 года в этой тюрьме сидели польские коммунисты, которые занимались сотрудничеством с Красной Армией и помогали ей. Не оставляю сомнений, что за свою историческую бытность здесь совершалось многое. Многое и кровавое, и преступное, и тем или иным режимом, тем или иным устроем, той или иной властью. Время было такое, как было. Мы абсолютно ничего не знаем о середине 19 века. и пытаемся только лишь отгадывать то, что было перед этим. Ну что ж, это весь музей Катынский. Сами понимаете, какой тематики людобуйства на скале изуверства. Друзья, я посвящу этому досмотру этого сооружения еще не один день, а этот день будет представлен еще может быть в одном или двух видео. Естественно, это далеко до окончания всего рассмотрения. Однако, очень жалею, что у меня нет квадрокоптера. Однако, нам придется все-таки воспользоваться Google Maps и посмотреть немного на Google Earth с высоты. Одно замечу, что сама крепость находится всего лишь на 100 метрах над уровнем моря. Но, если мы примем и известные данные о потопе, которые наверняка позволяют нам углубиться на 90 метров минимум до 30 вглубь, то эта крепость была намного выше над уровнем земли в свое время, во время своего первоначального бытия и построения. лови то вы вернемся . До